В эфире «Утро Карачаева-Черкесия» на телеканале «Россия». Всем доброе утро и начинаем новый день марта с погоды. В эфире «Утро Карачаева-Черкесия» была отправлена очередная гуманитарная помощь весом почти 30 тонн, 20 из которых от Карачаева-Черкесии. Самолет Ил-76 МЧС вылетел из аэропорта Минеральных вод в египетский аэропорт Эль-Ариш, откуда груз будет передан представителям египетского общества «Красного полумесяца», которые передадут его жителям сектора газа. Воздушный мост по доставке гумпомощи организован по указанию президента России Владимира Путина и по поручению главы МЧС России Александра Куренкова. В груз вошли продукты питания, долговременного хранения и средства гигиены. Список продуктов формировался из потребностей и предпочтений жителей, которые были выявлены в ходе обратной связи. Участие МЧС России в данной акции в соответствии с поручением президента Российской Федерации и приказом министра МЧС России, авиации МЧС России, осуществляется доставка гуманитарного груза, предоставленного правительством Карачаева-Черкесской республики, для отправки в Арабскую республику Египет для пострадавшего населения в зоне Палестино-Израильского конфликта. Сотрудниками МЧС России осуществляется загрузка 29 тонн гуманитарного груза в борт МЧС России с последующей его доставкой по назначению. В Карачаевске на базе детского дошкольного учреждения «Красная шапочка» прошел фестиваль-конкурс наглядно дидактических материалов «Так могу я». Воспитатели детских садов Карачаевского городского округа представили на суд жюри и коллег свои работы, выполненные с использованием подручных средств. Таково условие конкурса в этом году. Фестиваль проходил под эгидой сохранения национальных языков, оказавшихся под угрозой исчезновения. И основной посыл мероприятия – внедрение родного литературного языка с малых лет. С этой целью в детских дошкольных учреждениях Карачаевского городского округа выделены специальные образовательные единицы – учитель родного языка. Подробнее о фестивале в наших следующих информационных выпусках «Вестей». И заглянем в календарь. Сегодня Всемирный день историка и день хороших новостей. Всем и каждому сегодня только хороших и счастливых новостей. Новый информационный день продолжает свое обещание на телеканале «Россия». Ровно в 9 смотрите «Вести» на абазинском языке, а затем также программы «Абазинская редакция». В 14.30 «Вести» Карачаева-Черкесия с Аллой Динаевой. Всем хорошего дня и встретимся завтра. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова